Твоё море, Вадька. Большевик. Какое красивое. Почта ещё спит. Я приехала первая, чтобы спеть. Как встанешь, потом в очередь отсюда не выйдешь. Почта маленькая. Народу собирается куча. Я так эту почту не люблю. Занудые посылочки. Хорошо, что я первая. Тут длинная история. Сейчас люди будут возмущаться. На почте нет коробок. Пришлось запаковывать. Вонюша, в твою коробку. Володя, не знаю, дойдёт, не дойдёт. Даже скотча не было. Налёг. Куда ты ключи снимала? Короче, народ начал возмущаться. Становись второй раз в очередь. Вы что, обалдели? Я приехала в 8 утра, чтобы быть первой. Чтобы это второй раз встать в очередь. Ну и что, говорю. Музыгами поехать. Ключи от машины не найду. Куда я их делаю? Сейчас найду. Я свои ключи на почте оставила. Смотрите, 9 часов утра. С 8 утра я здесь. В 8.20 открывается почта, а не в 8.30. Вот это до сих пор я проколомпуталась. Володечка, тебе пак с кофе я отправила. Если не дойдёт, пришлось строительным скотчем приклеить твой адрес. Не знаю. Не обижайся, если не даёт. Отправила всё как обычные письма. И тебе, Танюша, придёт как письмо. Оказывается, в параметре. Мне тоже пришло как заказное письмо. Поэтому я не была уверена, пак это или не пак. Но так как было написано, что из-за границы. Сейчас буду выезжать, жду, пока машина развернётся. Поэтому получается, что можно. До двух килограммов веса. Ну, в общем, нормально. Я думала, хуже будет. Такая на почте тётка хорошая попалась. Она ту очередь быстро угомонила. Говорит, она здесь первая была. А там человек 10 сзади меня. Почта маленькая. Такое столпотворение. Кому пенсию, кому платёжки. Сами понимаете. Если б я знала, я бы эти паки зашуровала в дом. И всё было нормально. Ничего. Всё, едем на работу, ребята. Потому что 9 утра. Такая улочка узенькая. А проходит грузовой транспорт. Сейчас, чтобы отсюда выехать, это чистый завал, ребята. Не знаю, во сколько я на работу попаду. Володя говорил, если пересылка дорого, не высылай. Пересылка в два раза дороже, чем кофе. Поэтому я вам и говорю, что это как письмо оно пошло. Не буду говорить, сколько это стоит. Но, видите, лучше посылки не высылать. И я тебя могу высылать. Я могу. А вам не надо. Я свой адрес не написала. Ты не надейся. Я знаю, что ты меня хотел таким образом выкрутить. Мой адрес у меня с головы. Номер не прошел. Вот. За кофе я не знаю, подойдет ли он до турочки. Потому что, вы же понимаете, что в Италии в турочках кофе не варят. В Италии кофе в кофеварочках. В основном в электрических. Но есть вот эта кофеварочка, которая закручивается. Танюша, я тебе выслала три разных вида кофе. Поделишься со своей дочкой. Там по две двойные пачки. Так что. А на Новый год уже вышлю тебе пармезан. Наш настоящий итальянский. Сейчас бы он расплавился, растекся по всему паку. Тем более, я не знала, как это. Я первый раз отправляю за границу вот так вот паки почтой. Мы все время передавали бусами. Поэтому я даже не в курсе. Не, один раз на Россию своим что-то передавала. А вот уже. Вас на свою ерунду выслали. Такая цена сумасшедшая. Что не в сказке сказать, не пером не описать. Все. Еёк едет. Выворачиваемся. Стоянка на работе забитая. Наверное, куча народа. Бегу. Мама, дорогой. О-о-о-о-о. Но пока гляньте на эту сфаху переезжу. Клава с Борислава приехала. Луи-Джина стирка. Моя стирка. С работы. Посылочка. Уже в сумочке. покупки купила дрожжи повешу сейчас переоденусь с вами посылочку спать пол восьмого вечера ребята берем домой добраться наконец-то сработает людей было не много силе пришлось делать мороженое я вам обещала показать посылочку танюша надо сказать очень грамотно поступила она отправила пак как заказное письмо оказывается по по загранице можно до двух килограмм там определенный идет параметр 90 60 нет там 90 сантиметров должно сплю соваться в высоту ширину и в длину и получается такой пак и не должен превышать двух килограммов тогда это считается как заказное письмо поэтому я даже не была уверена что это посылочка ребятки во первых танюша большое спасибо что ты так поволновалась это самое и знаешь что я вот это сейчас только подумала там же могло быть письмо в посылке если там было письмо я тебе его обратно правило это кстати мне свой индекс по одноклассникам не написано но там же был по индекс написан поэтому и отправила короче ты сама себе адресе указала вот так вот получается смотрите ребята вот этой девочки танюшки из израиля который которая тоже работает на кухне по моему она работает в детском садике на кухне у нее 6 часовый рабочий день это не тапочки это ортопедическая специальная обувь для кухни я не могла и сказать нет я хотела выслать деньги она сказала нет вышлю тебе и все такие тапочки танюха сейчас на глазах у зрителями эти тапочки по мере мне еще не мерила сумка он стоит у них какая-то такая необычная форма размер мой они такие они такие интересные вы посмотрите какая форма у них даже под большой палец вот форма ноги какая-то тут такая ухты видите какая прокладка интересно интересно а без прокладки это просто как резиновый сапог пластмассовый резиновый сапог ребята вот это прикол и еще такой литой обуви не видела может она где то есть но я в интернете хотела заказать заказать не нашла танюшка еще раз напишет фирмы то есть они пыли водонепроницаемые можно обижать любое это самое супер танюха они действительно очень удобно так еще танюшка не выслала свою легкую форму вот таких вот три рубашки я уже вижу что они или гусенькие но чтобы скрыть и размер м очка но чтобы скрыть что это ихняя фирма я уже смотрю на эрику она будет большая на меня она будет самый раз мне будет легко и удобно я конечно понесу завтра реки если она захочет плавать такой этой самой танюша сказала так как это их фирма ей пришлось отпороть кармашек то есть ихнюю фирму я буду видеть изнутри а снаружи она просто нашила обычный карманчик и спрятала понятно так сейчас лилюк даже не снимая футболочку просто вот так вот на себя м очку одевает она легкая это наверное или сатин или бакист или что это такое легкая не знаю воздушная конечно смотри размерчик плюс она на кнопочках я надеюсь у меня кнопочки на работе не расстегнуться то нет конечно стирать их будет легко работать в них будет легко скажите лилёк сама форму купить не могла в принципе обещали а в усилию купить летнюю форму ну так они до этого ух ты тут еще и два кармана вау такая вся навороченная лилёк кстати вчера лучи но его покупала не такой фартушек подарили его морепти на эту легкую одежду можно же и фартушек одеть примерить тебя-то тапочки очень удобные как раз по ноге вы помните что я мерила единственное что лидуська вот в этих штанишках коротких я не могу на кухне появляться вау а фартушек как вы и пили 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 как вам велёк новом наряде так что можно работать я иногда барист а иногда я повар а иногда я кто это лилёк ты откуда ты откуда и куда ладно рубашечки супер легкие книжки мы такую вас куда-то не можем не бариста другой совсем это самое эрике я дам дам завтра она похудее меня если ей понравится будет она потом танюшка мне прислала вот такой кофе я не знаю это кофе растворимый или это кофе такой она конечно просчитала все чтобы это был два килограмма пак и здесь вот такой черный чай конечно на иврите или на каком написано их поймешь без 100 грамм не разберешься очки даже не хочу одевать потому что я по вашему все равно читать не умею такой пакетик как чаю попробую потом расскажу ну и плюс конфетки конфетки я там половину эрике отдала еще не пробовала но это чисто так в нашу жизнь сделать сладкой даже не совсем раз расплавилась растворилась шоколадка сверху а внутри какая-то хрустиночка типа воздушной кукурузки вот такая вот это так что танюш получишь ты от ленька посылочку с малярным скотчем и потом так смешно стало помните как у нас отправлялись посылки на украине и был вот этот сургуч я помню как как мне нравился запах две веревочки горячим сургучом штампиком бах и пошла посылочка в европе блин ребята нет упаковочного материала на почте мне стыдно мне стыдно за нашу итальянскую почту спросила скотч у вас есть нет а ножницы у вас есть нет у них на почте нифига нет у меня были в сумке маникюрные ножнички не аккуратненько разрезала танюшкину посылку вытащила все вот это вся толпа это на меня смотрела что я туда вытаскиваю я вот такую сумочку это все спихнула тут же а скотча там у меня было ну я не знаю ну может метр скотча который мне надо было заклеить приклеить этикетку на володина кофе заклеить танину посылку за забабаскать туда все ну в общем хрестесси текай в общем хорошо что посчитали он поняла что я свой человек смотри двойную шкуру отдела жарко дышать нечем танюшка спасибо тебе солнышко спасибо большое дочечки огромный привет на новый год пармезан за мной я тебе это обещаю спасибо ребята порадуйтесь за лейка за такую вот форму израилю большой привет а за щеплеты вообще я даже у меня нет слов наверное дорогущая обувь такая подошва что я не буду скользить по по кухне видите вообще супер пупер я просто таких тапочек еще не видела я наверное отстала от жизни я наверно человек с прошлого века ни хрена не понимаю но очень приятно все ребятки пока танюша спасибо тебе большое просто большое большое человеческое спасибо увидимся завтра хорошо